всем привет мои дорогие друзья и подписчики с вами как всегда не первый но не последний московский видеоблогер серёга резников вот смотрите внимательно мои хорошие 18 октября 2016 года в 16 часов 18 минут я был в ашане и купил себе на зиму ботинки мужские зимние черные вот такой вот фирмы видите и вы скажете а почему же я купил их 18 октября 2016 года и не сделал на них обзор а я вам отвечу почему ребята наверное было бы глупо да если бы я бы сразу же пришел бы из ашана с этими ботинками со своими вода зимними бы это самый и начал бы делать на них обзор это было бы не совсем правильно мои хорошие а все дело в том что прежде чем делать на какую-то вещь обзор тот или иной надо сначала выявить плюсы и минусы вот я так и поступил значит прошло уже с этого времени немало времени и сегодня у нас на дворе уже среда 23 ноября почти уже прошел месяц почти с того времени когда я купил себе вот эти вот замечательные ботинки так что я хочу вам сказать значит я уже эти ботинки это самые мужские свои зимние черные поносил вот поэтому сейчас я буду про них вам рассказывать присаживайтесь поудобнее на диванчик там на кроватку в креслице на стульчик и буду я вам рассказывать плюсы и минусы какие я мог выявить за это время вот я их достаю да вот такие вот ботинки черного цвета мужские они уже ношеные да они уже ношеные они вот продавались вот в такой вот коробки да такая вот коробка скромная без всяких эмблем карт картинок как бы они на этом сэкономили это уже плюс то есть я уже не переплатил за эту коробку правильно вот значит ботинки у меня 45 размера я купил у меня на года большая нога у меня и почему я таких именно 45 взял мог бы не хотя 44 взять а потому что я буду носить зимним толстым носком правильно поэтому 45 размера а если я бы взял бы 44 то уже носок бы зимний я бы не смог бы одеть или пришлось бы к зимой ходить это носить с тонким носком это тоже было да не совсем правильно кеды да кеды кроссовки я беру где-то там плюс-минус 44 размера а вот сапоги ботинки 45 размер и резиновые тоже у меня 45 потому что но это уже резиновое тачуя двое прорезину ну вот такая вот коробка значит было да такая вот скромная ничего здесь такого нету интересно на этой коробке лежали здесь вот как всегда они в обувь кладут такие вот штучки это вот чтобы ваша от сырости как я понимаю я раньше думают от му от моли да а на самом деле это от сырости влагу как бы впитывают влагу вот поэтому так они пусть у меня и будут так ну давайте смотреть это самое плюсы и минусы значит так 45 размер ботинки мужские состав верх вот верх верх 80 процентов натуральная кожа и 20 процентов полиуретан подкладка стопроцентный полиэстер а стелька вот я не вижу здесь у них это была такая леска до продета и поэтому тут дырка я не вижу сколько процентов процентов сколько не вижу так получилось полиэстера а подошва стопроцентный тпр сделано в китае это очень хорошо когда пишут честно что сделано в китае тоже гарантия качества дата изготовления значит 0 5 2016 год значит май до где-то я думаю вот импортер в россии ооо ашан российская федерация московская область город мытища стаж осташковское шоссе там дом 1 ну вот короче вот такие вот это самое ботиночки я уже поносить их успел каждый день в них хожу что я могу про них сказать нога в них в принципе если будешь на одном месте стоять конечно может замерзнуть поэтому их надо носить зимними носками вот тогда будет все нормально ноги не натираются нога себя чувствует очень удобно комфортно мне очень понравилось ничего не скользит ничего не не елозит ничего не трется очень удобно очень мне понравились очень хорошие ботинки так вот такая вот подошва у них совершенно не скользкая вот где только не ходил и даже по льду ходил нормально вот такая вот подошва значит у этих ботинок я взял черного цвета black там были еще такие рыжие темно-синие еще какие-то были но я взял черный и вот что я хочу сказать когда вы будете носить вот такая вот фигня появляется на них видите такая такая белого цвета я думаю это от соли от этих чем дороги посыпают в городе москве реагенты всякие я думаю это соль а это кажется ведь и ребят от не соли тут когда просто ходишь да как бы в этом месте вот складочка вот такая вот на коже до образовывается вот она туда сюда туда сюда ходит и вот такая вот фигня получается и я не знаю я что только не делал все она такая фигня короче то есть надо наверно краску будет черную купить такая из пшикалка вот мне так кажется и вот что я хочу сказать хорошие вот эти ботинки мне понравились главное что дешево и сердито я думаю на вид хватит и слава богу а может быть и на 2 а может на 3 кто знает да как будешь носить и сколько будешь носить но при когда купите вот такие ботинки не забудьте в тот же день по возможности сразу же сразу обзавестись вот таким вот наподобие спреем ведь и спрей водоотталкивающий называется каждый день но еще есть салтон но он дорогой ребята опять может быть из-за того что как бы надо переплачивать за фирму у них там красивая упаковочка все такое может объем там чуть побольше хотя вряд ли не знаю он очень дорогой этот дешевый я уже не помню я чек уже выкинул прошел уже все-таки где-то около месяца но где-то он стоит этот спрей где-то рублей 80 там с копейками до дешево и что я хочу сказать он подходит для текстиля кожи замши и велюра давайте я вам прочитаю что есть они пишут пропитка водоотталкивающие для изделий из кожи замши велюра текстиля и для защиты и ухода назначение средства предназначена для защиты обуви от внешних воздействий влаги так грязи соли и других а также предотвращение образования пятен и солевых разводов вот значит это не солевые разводы это я говорю от чего от силы трения которые могут возникнуть при попадании снега воды и других жидкостей способствуют сохранению первоначального внешнего вида изделий и продлению их срока службы состав 30 процентов алифатические углеводороды бутан изобутан пропан спирт изоприловый 15 процентов но 30 процентов органический растворитель нефраз 5 процентов вторг вторг карбоновая смова хрен выговоришь условия хранения хранить при температуре от минус 10 до плюс 40 мера предосторожности да так давайте прочитаем баллон находится под давлением не разбирать не давать детям огнеопасно не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов предохранять от воздействия прямых солнечных лучей нагревания выше 40 градусов избегать попадания в глаза применять на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении после использования или по окончании срока годности аэрозольную упаковку утилизируют как бытовой отход способ применения вот это важно средство не подходит для лаковой кожи и лайки имейте ввиду для лайки и кожи это средство не подходит использовать при температуре не ниже плюс 15 градусов перед использованием нужно испытать на незаметном участке изделия встряхнуть баллон в течение 3-5 секунд с расстояния 15-20 сантиметров равномерно нанести средство на предварительно очищенную высушенную поверхность изделия дать средству высохнуть в течение 20 минут для более эффективной защиты обработку можно повторить во время использования стараться держать баллон вертикально этого вот вот так вертикально при использовании для замши после высыхания поднять ворс щеткой сделано в россии изготовить о аэрозоль новомосковск тульская область в туле сделал город новомосковск улица свободы срок годности 36 месяцев то есть три года с даты изготовления номинальный объем 250 миллилитров здесь масса нету 160 грамм вот такая вот штука очень выгодная мне понравилось как говорится дешево и сердито так прочитали да прочитали убираем в сторону и в тот же день я обзавелся вот такой вот щеточкой ребята я уже ее открыл салта называется эффект на весь день щетка тройная подходит для замши и но бука очистка 24 часа уход вот такая вот щетка прикольная видите здесь вот резиновая такая да здесь вот тоже резиновая здесь вот щетина и вот ватун и так ватун и тка щетина вот давайте прочитаем щетка это я не знаю дешевая недели дешевая уже чек не помню куда я делал тоже где-то рублей по моему 80 с чем-то шуль стоит то есть я как бы вот на этом всем эту это вот дешевая да где-то 80 с копейками это где-то 80 с копейками ну 160 рублей там плюс-минус я точно не помню не хочу чек искать может не у меня валяется здесь не знаю но факт же я если бы купил бы например вот такой бы спрей бы от салтона бы я бы только его бы купил а вот я купила такой дешевый поэт мясо сэкономил и вот мне как бы вот такую щетку я себе выиграл купил ведь как можем выгодать это на чем-то сэкономить что-то купить лишнее там да за те же деньги вот смотрите сейчас я вам быстро прочитаю мои хорошие 6 написано щетка тройная для изделий замшу ноубок благодаря трем зонам позволяет максимально удалить загрязнение с поверхности изделий обновляя внешний вид поверхность из ворса и ватунной проволоки эффективно удаляет сухие загрязнения боковые а боковое ребро эффективно очищает швы и ранты вот боковое ребро это вот это вот эффективно защищает швы и ранты так резиновая поверхность восстанавливает бархатистость материала это вот это вот резиновая поверхность способ применения высушите обувь очистите поверхность обуви латуна ворсовой стороной швы и ранты боковым ребром для поднятия ворса интенсивно проведите резиновой стороной щетки по поверхности изделия в одном направлении состав пластик резина нейлоновый ворс и ватунь изготовитель шанхай но тоже китай короче вот такая вот щетка прикольная очень удобная мне понравилось вот и вот такую губку я купил тоже на всякий пожарный губка для обуви бесцветная тоже взял самую дешевую нафига я буду переплачивать до губка для обуви бесцветная двойной блеск вот такая вот она видите очень тоже хороший чуть дешевые рублей 10 что я уж точно не помню чек не хочу искать у меня вот только чек остался вот на на эти ботинки так ну вот мои хорошие что я могу сказать значит 18 октября 2016 года в 16 часов 18 минут потратил я за эти ботинки до мужские зимние черные знаете сколько вот смотрите одну тысячу пятьсот восемь рублей вот они мне обошлись в одну тысячу пятьсот восемь рублей ну то есть полторы тысячи они короче стоят и я думал это самый думаю что за такие деньги не купишь лучше да потому что если брать чтобы все все они таки были из из гладкой кожи то это будет не меньше на 4 5 тысяч стоить поэтому я считаю это то что надо дешево как у нас говорят в русском народе сердито ну вот неплохие я не могу сказать что это очень хорошие ботинки прям очень прям такие или очень плохие нормальные своих денег стоит вот вот что главное своих денег стоит да да конечно есть лучше но они стоят как говорится лучше вот нормальные ботинки значит да вот такие вот ботинки а это вот беленькая такого и появляется я не знаю я уже это как бы и вот щеткой их это и чистил и пшикал и брызгал все равно это куда-то не девается остается все равно значит надо купить краску такая вот краска есть до черного цвета например просто попшикать вот и все но вот это средство мною проверено очень хорошо отталкивают воду это действительно не обман я сегодня в ванной помыл да помыл и специально брал это воду и вот так вот брызгал и вы представляете вода прям это такие шарики сразу же появляются до шарики и они там скатываются там вот вот от воды вот это вот вообще очень хорошая штука действительно ну вот хорошие короче ботинки до своих денег стоят что могу еще сказать как у то это фирма называть я вот не могу все и выговорить их танца шаль или in in их тем со или их их танца их танка как его я не знаю как выговорить хоть ну вот короче а вот такие у меня покупки были в тот день да но в тот день я правда еще и купил здесь и фарш покупал вот фарш покупал значит охлажденный за килограмм по 94 80 на 85 рублей 32 копейки укроп весовой я покупал по 272 рубля за килограмм у меня 116 грамм на 31 рубль 55 копеек мексиканскую смесь брал каждый день 400 грамм по 42 рубля 15 копеек брокколи каждый день 400 грамм капуста 53 рубля 52 копейки кефир вот покупал 44 48 томаты весовые вот в тот день они были за килограмм всего лишь по 49 рублей у меня было килограмм 332 грамма на 65 рублей 27 копеек сейчас уже дорогие помидоры они белые такие ну вот вместе с этими ботинками я в тот день потратил значит 18 октября 2016 года одну тысячу восемьсот тридцать рублей до 20 копеек наличными дал две тысячи сдачу мне дали 169 рублей 80 копеек вот ну у нас сегодня обзор только вот на эти ботинки но такие вот дела не знаю вроде все сказал вроде ничего не забыл что мог показал что мог сказал давайте мои хорошие я сейчас эти ботинки свои померю и покажу вам как они сидят у меня на ноге давайте посмотрим вот я носки одел зимние толстые такие теплые носки вот я и до этого носил с тонкими носками когда еще на улице было не так холодно я одевал двое тонких носков а сейчас я одел одни носки но теплые такие толстые шерстяные но давайте померяем вот лопатку я взял металлическую и вот так вот так давайте померяем мои хорошие как они будут смотреться вот такие стильные модные ботинки туда модные ботинки вот шнурки качественные вот на одну ногу я делал давайте на вторую теперь на правую так удобно это удобно что я могу сказать главное что ботинки эти легкие легкие очень легкие в них не ходишь а летаешь это да ну вот вот так они у меня на ноге смотрятся ребята давайте я подыму камеру повыше вот так короче вот я иду не первый но не последний московский видеоблогер идет ведь как удобно да ботинки вот так они нам не сидят ведь у меня еще брюки вот такие спортивные от фирмы de mix я вот на них не делал обзор как-нибудь сделаю отдельно очень тоже хорошая вещь и они у меня видите тут эти брюки занижены ребят ой заужены фото заужены вот поэтому очень удобно ходить в них бегать ходить кто много ходит то что надо а есть еще такие широкие широкие я не люблю и заужены они как бы модными да всегда считаются но они правда стоят очень дорого за то что вот за того что их у тут короче заузили ну вот вот такие вот ботинки я купила с вами на этом не прощаюсь а говорю вам всего доброго спасибо вам большое за просмотр не забывайте подписываться на мой канал ставьте мне пальчики кверху лайки не забывайте писать мне добрые хорошие адекватные здравомыслящие комментарии и помните как вы ко мне относитесь так я к вам к вам отношусь пока 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 что и 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